Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Новости Виктория Шарая 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 и дал президент на Совете по местному сумму управления, на что обратил внимание глав муниципальных образований. У нас есть на территории региона очень хороший опыт прямого взаимодействия с людьми. Совместного поиска решений, выявления проблем. Его надо применять безусловно. И при реализации нацпроектов, коллеги, мы до каждого человека должны дойти. На совещании были отмечены как положительные, так и отрицательные примеры. В частности, Приволжский, Челновершинский и Елховский районы в аутсайдерах по организации молодежного спорта. Хотя количество спортивных объектов примерно одинаковое во всех муниципалитетах. Значит, это прямая недоработка районной власти. По нацпроекту здравоохранения есть серьезные недоработки в Новокубышевске и Чапаевске. В больницах не хватает врачей, оказывающих амбулаторную помощь населению. Особый акцент был сделан на реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципалитетам необходимо не только ремонтировать проезжие части, но и проводить мероприятия по снижению аварийности. В целом, по итогам исполнения всех показателей 12 национальных проектов, в лидеры вышли Жигулевск, Самара и Отрадный. В тройку лучших также попали Хворостянский, Нефтегорский и Безенчукский районы. По словам главы региона, необходимо как можно больше вовлекать людей для реализации проектов и общественного контроля. Более тысячи кубометров талой воды откачали с городских дорог, на которых ливневки не предусмотрены коммунальные службы. В основном это Кировские и Куйбышевские районы Самары. Там, где ливневки есть, их прочистили, так же, как и дренажные приемники. В Самаре на четыре недели раньше срока стартовал месячник по благоустройству. На самых подтопленных участках дорог побывала Елена Малютина. Аномально теплая погода способствует обильному таянию снега. В городе активно ведется работа по откачке талой воды на дорогах, не оснащенных ливневой канализацией и в низинах. В основном это Куйбышевские и Кировские районы. В Кировском районе талыми водами подтопило аэропортовское шоссе и улицы Магистральную Литвинова. Здесь работы практически окончены. Откачали воду и расчистили дренажные приемники. Прочистили каскады ливневок и перед путепроводом Ракитовский. Еще предстоит привести в порядок проспект Карла Маркса, около ТЭЦ, а также перекресток улиц Макаренко и Транзитная. Уже бойлер стоит, работает. Я думаю, что за сегодня мы эту проблему закроем. Бойлер сейчас стоит, Макаренко, Транзитная. Там небольшой объем воды остался. Поэтому, я думаю, сегодня, наверное, 3-4 бойлера нам будет достаточно и продолжим работу, соответственно, по уборке последствий, так скажем, паводковых вод. Несколько лет назад здесь действительно были болота, что там практически по фару машина затопляла. И ездить было здесь очень проблематично. Но сейчас стало намного лучше. Спасибо нашим, как говорится, работникам управления. Ежедневно спецтехника откачивает с дорог города тысячу кубометров талой воды. Приток воды примерно одинаковый за сутки. Это уже проверено опытом. Достаточно количества техники, которые мы выставляем непосредственно на каждом участке, она достаточно для обеспечения в течение суток откачки воды. По поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной, в этом году месячник благоустройства начался на 4 недели раньше. Взаимодействие очень эффективное. Да, жители действительно находятся постоянно на связи. Создана у нас своя вайдер-группа, в которой более 700 человек. И, по сути, в режиме онлайн все заявки поступают лично мне. И мы уже доводим их до соответствующих служб. На случай, если в городе пройдут ливни или увеличится количество талых вод, в резерве у муниципального предприятия инженерной системы есть дополнительная спецтехника, которая готова в любой момент в оперативном режиме привести в порядок проблемные участки дорог. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Еще один незаконный ларек отправился на свалку. В промышленном районе ведется комплексная работа по утилизации торговых точек, владельцы которых захватили землю самовольно и нарушают закон о торговле. Сергей Кизоркин продолжит тему. Сносит еще один незаконный ларек в промышленном районе на улице Георгия Димитрова, 117. Здесь торговали овощами и фруктами нелегально. Ни за аренду земли, ни за электричество коммерсант не платил. Благоустройством территории вокруг торговой точки тоже не занимался. Жалобы от местных жителей поступали в администрацию промышленного района и в Твиттер. Здесь люди отдыхают, гуляют, грязь, жалобы. Постоянно приходит администрация района. Примите меры. Обязательно принять меры, чтобы привести наш район в красивое стояние. Чтобы не было стыдно за его стояние, за внешний вид. Незаконных ларьков только в промышленном районе осталось почти две сотни. В планах до конца года их убрать. В прошлом году работа по выявлению мест несанкционированной торговли тоже велась. Снесли порядка 120 незаконных ларьков. После демонтажа незаконные киоски отвозят на трехмесячное хранение на спецплощадку. Там они будут находиться до тех пор, пока администрация не найдет владельцев. Если хозяева не объявляются, то киоски отправляют в утиль. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Свежий взгляд на будущее города. Самарские студенты обсудили реализацию проекта «Умный город». Молодые люди, среди которых участники международных конференций и конкурсов, рассказали о своих идеях. Они предлагают с помощью IT-технологий улучшить городское пространство, сделав его более комфортным. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Система городских информационных табло с картами к достопримечательностям, публичные Wi-Fi-сети, энергосберегающие освещение. Простые вещи, которые значительно упростят жизнь самарцам и гостям города. В этом уверена Дарья Терехина, студент экономического университета. С темой «Умного города» она работает уже полгода, готовя свою дипломную работу. За эту тему девушка взялась, потому что уверена, проект имеет отличные перспективы. Технологии новые, цифровизация, у нас электронное правительство уже создается и развивается. И поэтому за этой темой, за этим проектом у нас будущее. Такие же инициативные и обеспокоенные будущим своего города студенты встретились, чтобы обсудить свои идеи по улучшению городской среды с помощью IT-технологий. Многие из них участники международных конференций, а потому и предлагают использовать успешный опыт европейских городов. Организаторы семинара отмечают, что необходимо и изменение подготовки муниципальных служащих, чтобы они были готовы к управлению новым, технически оснащенным городом. Новые тенденции, новые концепции у нового города, они, конечно, предъявляют новые требования к нашим будущим выпускникам. И мы очень хотим знать, уже сейчас понимать, сформировать представление о том, какие эти требования будут уже через 2-3 года, и с тем, чтобы обеспечить опережающую подготовку нашим выпускникам. Сейчас в Самаре уже успешно реализовано несколько технологических решений проекта «Умный город». Система электронных школьных дневников и журналов, онлайн-отслеживание общественного транспорта, умные светофоры, сервисы для обращения жителей. А какие технологические решения будут дополнять этот список, зависит уже от сегодняшних школьников и студентов, которым улучшать городскую среду по своим представлениям. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Самое женское подразделение самарской полиции – кинологическая служба. Здесь работают в основном представительницы прекрасного пола. Одна из них – Екатерина Сторожева. Вместе с четвероногими помощниками на страже порядка и закона она уже 10-й год. Как хрупкая женщина справляется с суровой мужской службой, узнавала мэри Елчан. Старший лейтенант полиции Екатерина Сторожева с детства мечтала работать с животными. Так и получилось. Вот уже больше 10 лет она работает кинологом. Замечательная работа, которую я люблю, слава богу. Не каждому, наверное, везет так найти то, что хочешь. И семья, муж, двое детей, твой мальчишек. Я счастлива. Ты еще и дома собаку скажешь. Вообще счастлива. Сейчас в помощниках у Екатерины две немецкие овчарки – Яшма и Аза. Собаки работают по разным профилям. Яшма еще маленькая, ей всего год. Когда заступит на службу, будет искать взрывчатку и оружие. Азе-4, она уже опытная ищейка. Ее цель – найти запрещенные вещества. В одной из этих сумок спрятан имитатор наркотиков. Задача четырехлетней Азы – обнаружить его. Четвероногий помощник справляется за каких-то несколько секунд. После того, как собакам исполнится 8 лет, они уходят на пенсию. В обязанности Екатерины входит не только дежурство, но и воспитание молодняка. Даже с маленькими, со всеми этими собачками, с которыми мы работаем, я имею в виду с малышами, то есть, да, со щенками, все начинается именно с доброты, как с детьми. Все начинается с игровой формы, так же с ними сюсеньки, пусеньки, как в детском саду. Потом уже, да, немножко пожестче, какие-то определенные рамки ставятся собаке, но это уже попозже, но без всякого насилия, то есть, этого вообще нет. Екатерина, как сотрудник, могу сказать, многопрофильная, если так сказать. И собаками умеет заниматься, и спортом занимается, и представляет наш центр во всяких мероприятиях опытных сотрудников. Ну, как говорит опыт сотрудник, у нас, если человек не проработал в отделении разведения, где еще нет развода, только оттуда и уходит у нас этот, значит, и не работал. Говорят, прекрасный пол лучше налаживает контакт с животными, и поэтому среди самарских кинологов больше половины – женщины. Вместе со своим верным помощником они раскрыли сотни преступлений. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. На Сухой Самарке из-за пробок поменяют схему светофора. Ситуацию исправят в оперативном режиме. Сегодня, 4 марта, самарцы в социальных сетях рассказали об огромной пробке, в которую они встали, выезжая из микрорайона Волгарь. В твиттере автолюбители обратились к департаменту транспорта и рассказали о проблеме, появившейся в районе Сухой Самарки. В ведомстве уточнили, что после поступления жалоб была оперативно разработана и передана подрядчику новая циклограмма. Уже сегодня она будет внедрена для исправления ситуации. Со слов водителей, пробка образовалась из-за того, что зеленый сигнал светофора горел около минуты в каждом направлении, а поток машин со всех сторон был слишком большим. Глава Самарского управления Минюста покинул пост. Дмитрий Сержантов, руководивший ведомством с декабря 2017 года, возглавил аналогичную структуру в Чувашии, где также был начальником еще до назначения в Самару. С 3 марта обязанности главы Самарского управления Минюста исполняет Павел Сокол. Ранее он был заместителем. Региональному управлению Минюста подведомственны Управление Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов, а также Самарская лаборатория судебной экспертизы. В Самарской области появятся дороги, требующие сбросить скорость. Так называемые шумовые полосы установят до 1 июля. В том случае, если водители будут превышать скорость, трасса будет издавать громкий шум и вибрацию, требуя замедлить ход. Установят шумовые полосы на деньги из областного бюджета. Из региональной казны также выделят средства на нанесение разметки. Это коснется дорог регионального или межмуниципального значения. В Самаре по этому контракту нанесут разметку на Московском, Волжском шоссе и Новосадовой. Срок до 8 мая. На Кировском мосту до 1 июня. Также на обводном шоссе в Тольятти. На трассе Самары-Бугуруслан. На обходе Сызрани и ряде других магистралей. Говорится на сайте госзакупок. О женщинах, которые защищали родину во времена Великой Отечественной войны, рассказывают в музее 155-й школы Самары. Некоторые из них несли службу во всех родах войск. Рука об руку со своими мужьями, отцами и братьями. Хранилище из года в год пополняется новыми экспонатами. Какими, расскажет мэрия Елчан. Принято считать, что войны не женское лицо. Но во времена Великой Отечественной они воевали наравне с мужчинами. Клавдия Андреевна Бабенкова была медсестрой диверсионного батальона. Галина Ивановна Соловьева – зенитчица. Александра Митрофановна Рощупкина – единственная девушка-танкист. И это лишь малая часть тех, кто сражался за нашу победу. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. На этот призыв откликнулись миллионы. Только в Куйбышевской области воинами стали 40 тысяч девушек. Половина из них ушли на фронт добровольцами. История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за родину, какое показали советские девушки в годы Великой Отечественной войны. О боевых подвигах наших героических землячек рассказывают в 155-й школе Самары. Вешета Надежда Ивановна. Инициатор создания нашего музея. Она была председателем областного совета женщин-участниц Великой Отечественной войны. А в годы войны она была регулировщиком военной дороги. На нашей диораме девушка с желтым флажком – это она. Под отстрелом и бомбежкой в любую погоду нужно было направить войска и технику строго в указанном направлении. А в мае 45-го в Берлине она остановила машину самого маршала Жукова. За 18 лет, пока действует музей «Женщина на защите Родины», о примере мужества и патриотизма узнало не одно поколение самарских школьников. В хранилище представлено более 800 экспонатов. Больше половины из них – подлинные вещи ветеранов, с которыми они прошли всю войну. Кульшанова Людмила Константиновна принесла нам новые экспонаты. Ее мама очень ценила во время войны высказывания и речь Левитана и считала очень важным ее. Поэтому она после войны написала ему письмо с благодарностью. И после этого Левитан ей ответил и отправил новогоднюю открытку с поздравлением. И я считаю, что это очень интересно и это, пожалуй, мой любимый экспонат. Мне нравятся рукописные стен газеты, которые делали в «Землянке». Их делали во время войны. И когда не было особых условий, времени, но находили силу в себе дарить людям праздник и радость. Есть даже вещи, которые были для ветеранов талисманами. Счастливый значок или кружка. Солдат верил, пока эта вещь с ним, ничего плохого не случится. Мы, конечно же, не обходим вниманием и девушек, которые трудились в нашем городе. Потому что город был действительно настоящей тыловой столицей. И этот город, который обеспечил фронт всем необходимым. На экскурсии мы говорим хотя бы один факт. Каждый пятый снаряд, выпущенный ракетным минометом «Катюши» в годы войны, был изготовлен в нашем городе. Сейчас активисты школы готовят новую экскурсию в музее в чемодане. На ней ученики расскажут истории женщин, которые трудились в тылу для фронта. Мэри Елчан, Василий Калдашов. События. Эмоциональный колорит Средней Азии и Кавказа. В Самаре открылась выставка художников Анны Сливковой и Натальи Шепелевой. В экспозиции работы из совместных творческих поездок на выставке побывал наш корреспондент. На этом полотне «Ночная бухара» Средняя Азия и Кавказ стали для художников Анны Сливковой и Натальи Шепелевой общим творческим мотивом. Они познакомились в Армении на совместном пленэре. Затем были поездки в Узбекистан, другие восточные страны. Из каждой поездки художники привозили новые работы. Сегодня они представлены на выставке в Самаре. Говорят, это отражение их творческого диалога. Для меня в Наташе – это огромная жизненная энергия, какое-то счастье бытия и бесконечная радость. То есть я смотрю на ее работы, и мне всегда кажется, что там столько радости и счастья. Анина работа – это экспрессия, это сама жизнь. В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты, портреты. Это солнечные и радостные работы. Они приковывают внимание и ярко передают настроение художников. Ценность в том, что это необычно для Самары. Те пейзажи, та красочная гамма, цветов. Настроение цвета, феерия, просто буйство красок. Обожаю их живопись. Честное слово. Это радость жизни. В планах художников – творческие поездки в Венецию и Азербайджан. А выставка будет открыта до 18 марта. Олег Зверев, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Его призвание – спасать сердца людей. О хобби – собирать живопись и помогать художникам в самореализации. Известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибае привез в Самару выставку картин современных художников. Экспозиция называется «Продолжение» как символ преемственности творческих традиций 60-х годов для нового поколения живописцев. Олег Зверев тоже побывал в мраморном зале художественного музея. На этих полотнах изображены пороки и добродетели. Одни производят впечатление мрачной антиутопии, другие светятся солнечным оптимизмом, как этот деревенский домик в лесу. Все эти картины из собрания известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Сегодня они выставлены в Самарском художественном музее. По словам коллекционера, в 1985 году он приобрел первую картину, от которой еще пахло свежей краской. Сейчас у него уже 6000 работ современных художников. Как только я переехал из провинции, где я родился в Москву в 1974 году, я сразу стал ходить по музеям, по выставкам и так далее. В общем, в конце концов, примерно через 10 лет органично это пришло к тому, что я приобрел первую работу. В Самару Михаил Алшибая привез собрание из 60 полотен, объединенных общим названием «Продолжение». Это символично, ведь в зале представлены как работы художников 60-х годов, так и те, что вышли из-под кисти 2-3 года назад. Таня Стрельбицкая – член Ассоциации художников ЮНЕСКО. В коллекции представлены и ее работы. Я приехала, чтобы увидеть, радоваться. Потом я впервые в Самаре и открыла для себя совершенно невероятно красивый город. Уже летом хочу приезжать писать картины. И завтра мы тоже наметили баттл художественный сделать. Ну, знаете, город, который вызывает какие-то совершенно удивительные чувства и выставка. Ну, это потрясающе. Михаил Михайлович Алшибая – человек, который собственными руками не только роскошно шьет сердце, но и собирает имена, которые в следующем поколении уже будут прочитываться, как действительно серьезные имена наших поколений. И для нас это очень-очень важно. Выставка картин из коллекции Михаила Алшибая продлится в музее до 22 марта. Олег Зверев, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гиз» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин